Друзья, всем привет! С вами снова Айс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И сегодня у меня на канале будет краткий обзор на очередной умный гаджет от компании Amazfit. Amazfit Bip 3. Bip от Amazfit всегда являлись такими народными умными часами, которые стоили недорого, у которых была шикарная автономность, но которые по технической составляющей и по функционалу практически ничем не уступали старшим собратьям, которые продавались в два раза дороже. В общем, будет интересно посмотреть, что же Bip 3 привнесли нам нового и интересного, и насколько они, скажем так, не уступают своим старшим братьям, тому же Bip S, тому же Bip U, ну и про версиям от Bip A. В общем, давайте распаковывать и давайте смотреть, что же из себя представляют Bip 3 и насколько данные часики интересны. Ну а прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать большое спасибо интернет-магазину Play.ru за предоставление этих часиков на обзор. Именно в интернет-магазине Play.ru по самым низким ценам вы можете приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, а также бытовую технику. В общем, если выбираете себе какую-то интересную новую штукенцию или что-то из электроники, обязательно проходите по ссылочке в описании. Ну а мы будем начинать. Ну что ж, друзья, Amazfit Bip 3. Продолжатели добрых традиций Bip. Здесь у нас экран почти что 1,7 дюйма. Здесь у нас, к сожалению, не трансфлективный дисплей, как мы видели в Bip S и в ранних Bip A. Здесь обычная TFT-шка. Вот в такой вот длинной коробочке находятся у нас часы. Вот таким вот образом уложены. Давайте извлечем из пакетика. И вот таким вот образом они выглядят. Браслет силиконовый с такими вот вертикальными линиями. Смотрится неплохо. Ну и наклеечки как на экране, так и на тыльной стороне. Также у нас здесь кармашки, в одном из которых у нас находится зарядное устройство. Магнитное, обычное, традиционное для зарядки. Ну и здесь также у нас имеется инструкция. Вот с этой стороны на нескольких языках, в том числе и на русском. Больше здесь ничего интересного нет. Ну и давайте отклеим все бумажки и включим часы. Чтобы подключить часы к вашему телефону, нужно скачать приложение ZEP и отсканировать QR-код. Вот таким вот образом выглядят у нас часики. Ну и традиционное, скажем так, управление свайпами и единственной кнопкой. Свайп вниз приводит нас в быстрые настройки. Здесь можно выставить яркость. Сейчас выставлена у нас минимальная. И вот таким вот образом выглядит максимальная. Довольно ярко. Имеется возможность включить режим не беспокоить, чтобы вас не донимали уведомления. Можно настроить будильники, причем настраиваются они прямо с часов. То есть новый будильник можно настроить здесь. Либо настроить в приложении ZEP и они у вас будут здесь все отображены. Вам можно будет их включать, выключать. Ну и имеется здесь у нас пункт настройки, где мы можем выбрать циферблаты. Коих здесь у нас установлено сколько? Две штуки получается изначально. Давайте выберем вот этот. Очень ярко смотрится, красочно. Ну а дополнительные циферблаты, естественно, можно скачать из приложения ZEP. Там их большое количество. Есть настройка у нас здесь режима, сколько будет гореть экран. Давайте выставим пока 10 секунд. Настройка блокировки. Для того, чтобы разблокировать экран, нужно будет нажимать на кнопку автоматическое загорание экрана при перевороте запястья. Можно настроить как включить и выключить на постоянку, так и можно включить настройку по времени, что удобно, чтобы ночь у вас ничто не беспокоило. Также можно настроить и уведомления. Либо отключить их, либо включить, либо настроить получение по времени. Дополнительные настройки есть приложение быстрого доступа. Здесь можно расставить пункты меню, можно выбрать что-то по умолчанию. Ну и можно настроить режим кнопки при длительном нажатии, что будет запускаться. По умолчанию это тренировка, но вы, допустим, можете запускать подсчет частоты сердечных сокращений или уровня кислорода в крови. Ну и, естественно, имеется сила вибрации. Высокая очень сильная, средняя нормальная, ну и низкая, я бы не сказал, что прям безумно сильно отличается. Но вот высокая здесь реально высокая, я прям ощущаю, как сильно дребезжит. Я бы оставил все на среднем. Ну и формат времени здесь также настраивается. Свайпом вверх мы попадаем в уведомления. Здесь, понятное дело, пока ничего нету. Ну и свайпами влево-вправо мы путешествуем по быстрому меню. Здесь у нас изначально наши активности, которые мы можем расширить, посмотреть. Здесь у нас пройденное количество шагов, километраж, калории, которые мы сожгли. Ну и плюс средние значения за неделю по шагам и по километражу. Это действительно удобно. Замер частоты сердечных сокращений, замер уровня кислорода, замер уровня стресса, парий. Это такой вот показатель амазфит ваших активностей, где часы фактически выставляют вам оценку. Как вы занимались, как соблюдали, допустим, режим сна и так далее. Ну и погода. Здесь можно посмотреть погоду на текущий момент и погоду на ближайшую неделю. Это действительно очень удобно. Ну и также имеется, естественно, воспроизведение музыки, управление плеером. И, собственно говоря, и все. Вот таким вот образом все работает. Ну и по нажатию на кнопку мы уже попадаем в основное меню, где здесь имеются абсолютно все функции, которые доступны в часах. Опять же таки, начиная с активности, паи, сердцебиение, сон, тренировки. Коих здесь, ну, просто огромное количество. Амазфит заявляет, что здесь 60 видов тренировок. Журнал тренировок, где можно посмотреть, как вы занимались, когда, в какое время и какие были у вас достижения. Замер уровня кислорода, стресса, дыхательные упражнения, отслеживание цикла. Ну, это для женщин. Список дел здесь можно какие-то, вот здесь вот дополнительные уведомлялки, наверное, поставить. Будильник, настройки, которые мы посмотрели. Ну и в режиме больше здесь у нас погода, музыка, таймер, секундомер, мировые часы, удаленная фотосъемка и режим найти мой телефон. В общем, стандартный абсолютно функционал, как у большинства браслетов и умных часов от Амазфит. Ну и с точки зрения предыдущих бипов, допустим, вот таким вот образом они смотрятся по сравнению с BIP-S. Понятно из дел, что здесь более яркий и сочный экран. Здесь у нас IPS-матрица, в отличие от трансликтивного дисплея, который стоял в BIP-S. Но зато BIP-S брали тем, что жили порядка полутора месяцев на одном заряде. И я действительно очень любил эти часы, но это были такие, скажем так, мои основные часы, которые я использовал сейчас у меня. ГТС-2 не, и вот, собственно говоря, вот таким вот образом выглядят часики по сравнению с Амазфит BIP-3. Очень похожи по размерам, но, опять же, ГТС-ы меньше и легче. И экран здесь, конечно же, AMOLED, а не IPS. Здесь у нас аккумулятор 280 мА, и Амазфит заявляет до 14 дней работы в среднем режиме и до 7 дней работы в активном режиме. И надо сказать, что плюс-минус цифры, которые заявляет Амазфит, они, как правило, правдивы, потому что 30 дней работы BIP-S, они действительно выливаются в 30-40 дней работы. Ну и две недели работы ГТС-2 мини у меня выливаются в реальности в 17-18 дней. Да, конечно, до BIP-S не дотягивает, но, тем не менее, много. Ну и приложение, которое вы будете использовать для этих часов, это все тот же ZEP. Здесь довольно большое количество настроек. Вы можете смотреть все ваши активности. Вы можете смотреть пульс за неделю, как вы спали, циклы сна, пройденное расстояние, шаги и так далее. В общем, довольно удобное приложение. И довольно удобно здесь все отслеживать. Ну и давайте теперь попробуем замерить уровень частоты сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Замеры буду производить одновременно с ГТС-2 мини. У них очень точные датчики, поэтому будет очень интересно посмотреть. Ну и как мы видим, плюс-минус два удара расхождения. И давайте теперь посмотрим с точки зрения уровня кислорода в крови. Ну и вот таким вот образом получились замеры. Тоже плюс-минус идентично. Ну и продаются часы плюс-минус за 3,5-4 тысячи рублей в зависимости от магазина. Есть еще версия Pro с встроенным GPS-модулем, которая стоит подороже, порядка 5-5,5 тысячи рублей. Ну а как мне скажется, даже младшая версия вполне себе может полностью удовлетворить потребности практически 99, наверное, процентов всех пользователей подобных устройств. Здесь неплохой экран, должна быть неплохая автономность, ну и практически функционал тот же самый, который вы получаете и в старших моделях часов от Amazfit. Так что, если у вас есть 3,5-4 тысячи рублей и вы подыскиваете себе интересные новые часики, присмотритесь к Bip3 от Amazfit. Мне они действительно понравились. На сим я буду завершать свой обзор. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду прощаться, с вами была Ice. Всем пока.